Здравствуйте! В эфире «Культурная эволюция» – еженедельное обозрение культурных событий и явлений нашего города. Меня зовут Вячеслав Рязаков и сегодня в нашей программе. Хорошее искусство, оно, в общем, всегда пробивает себе дорогу. «Параллельные вселенные» от абстракции к артефакту. Выставка работ из собрания Московского музея Анатолия Зверева в Государственном русском музее. Тут видна вот эта русскую душу. Это мне нравится. Солистка Мариинского театра Камилла Матци о любви к русской литературе и балету. Вы, звери, господа! Да. Премьера мюзикла «Маугли» в театре эстрады имени Аркадия Райкина. Любой, даже очень хороший артист, одну роль обязательно должен провалить. Народный артист России Евгений Стеблов о несыгранных ролях и писательском таланте. Начнем с выставочной жизни. Добиться здесь успеха довольно просто. Как говорил еще первый директор Центра Помпиду в Париже, Понтис Хилтон, дело не в том, чтобы делать интересные выставки, а убедить аудиторию в том, что обычно происходящее в музее заслуживает интереса. Другими словами, нужно, чтобы с одной стороны было впечатляюще, а с другой авторитетно. Ну, с эмоциями и яркостью легче справляется современное искусство. С авторитетом государственные музеи. Мы понимаем, что искусство должно нас в чем-то провоцировать, а с другой стороны, ну, такова уже традиция восприятия искусства в России, что нам требуется подтверждение его подлинности. Ну, что это не шутки ради, и вот с этой точки зрения. Новая коллаборация Русского музея и Московского, одного из самых динамичных частных музея Анатолия Зверева. Выросший из коллекции его генерального директора Натальи Ополевой, он набирает авторитет. И сотрудничество с Русским музеем в этом смысле, конечно же, не переоценить. Что же касается концепций, то современное искусство тема хорошо, что укладывается в рамки до любые. Это ведь уже не первая гастроль. Все тех же своих излюбленных авторов музей Зверева представлял в прошлом году под названием «Лики лица морда». Отличная концепция, довольно очевидная, которую любой зритель способен разглядеть без посторонней помощи. В этом же году организаторы позволили себе уже некоторый снобизм. Параллельные вселенные от абстракции к артефакту. Это требует некоторого движения ума и пояснений. Основные направления мысли у Дарьи Патрины. Так же, как начало этой коллекции положили работы Анатолия Зверева, эту масштабную выставку открывают его же, но не знаменитые женские портреты, а супрематические композиции конца 50-х. Продолжение традиций русского авангарда, существовавшее параллельно с официальным советским искусством. И эта параллель с официозом самая очевидная, но далеко не единственная из заложенных здесь, помогающих прочитывать художественные произведения, вдохновленные оттепелью. Появился такой период, как мы его называем, период оттепели, когда они почувствовали возможности внутри себя, прежде всего, вот для такой свободы. Поэтому здесь, на этой выставке, так разнообразно все, потому что период-то ведь очень небольшой по времени, а стилистически они очень разные, тематически они очень разные, эти художники. Вот это и есть ощущение какой-то свободы, воздуха, который они внутри себя ощутили. Объект Платона «Инфанта» параллели предваряет выставку о художниках-шестидесятниках и как будто дает ключ к ее пониманию. Вот так переплетались судьбы художников, и при этом каждому из них удавалось сохранить свое собственное художественное направление. Контркультура Москвы, Ленинграда и не только. Во всей разношерстности проявлений. 60-е, 70-е, немного 80-х. От классиков нонконформизма. Дмитрия Блавинского, Олега Целкова, Оскара Рабина и Эрнста Неизвестного до локальных открытий. Петр Беленок и его работы в жанре панического реализма, где люди спасаются от настигающей их катастрофы. Один из смысловых узлов представленной коллекции. Беленок жил в деревне, недалеко от Чернобыля, и задолго до чернобыльской катастрофы, по сути, в своих работах, он уже предсказал то, что случится. И в этом, конечно, вот этот дар предвидения у художников, у мастеров, это, мне кажется, что-то невероятное. Семь залов, 36 авторов и около 250 работ. В этой конфигурации коллекция Натальи Опалевой претендует на то, чтобы представить срез визуальной оттепельной культуры и разделяющие залы оранжевые порталы, способ группировки коллег, единомышленников и соратников. Например, в этом зале, так сказать, можно увидеть художников Леонозовской группы, которая, собственно, как бы была предтечей, что ли, таких вот сообществ тех 60-х годов. К тому же они были друзьями, Немухин, Плавинский, они очень много времени проводили вместе. Когда они творили эти герои неофициального советского искусства, они и не думали, что когда-то их работы окажутся в стенах какого-нибудь государственного музея. Их выставки подвергались жестокой критике, бульдозерным сносам и преследованиям со стороны милиции. Они существовали вне системы и часто вне зрителя. Зрительский вакуум в параллельной вселенной был, пожалуй, самым тяжелым. Для художника нужна обратная связь. Тогда он может нормально жить. Он что-то делает, делает метафору. Но в эту метафору кто-то реагирует. Аргументированно высказывает свое мнение, нравится, не нравится. Понимаете, такая жизнь нормальная. А я не был вот этой жизнью нормальной. Но что было хорошо, что была среда, ну, конформизма, андеграунда, так сказать, да, она была построена не по принципу какого-то единодушия в отношении искусства. Все делали разные вещи. Но, в принципе, в этой среде можно было говорить об искусстве свободно. Искали именно свою вселенную. На самом деле, мне кажется, удачное название. То есть понимание художника как гемиурга, как такого маленького бога, который ставит свою вселенную, оно, естественно, правильное. Так оно и есть, когда речь идет о большом искусстве. Очень многих художников, которые здесь выставлены, я знал лично. Но у меня с ними были разные отношения. Все они были яркими личностями. Своих не было серости. Гриша Брускин и Франциско Инфанте-Арана живые свидетели той эпохи и примеры того, как можно оставаться верным своим идеям и того, как радикально могут меняться в обществе взгляды на искусство. Их работа в завершающем космическом зале выставки. Финальный аккорд. Видеоплатона Инфанте по мотивам отцовской серии реконструкция звездного неба. В изменившихся обстоятельствах вопрос не изменился. Как сохранить себя и свою параллельную вселенную? Даже если вы не художник, у художников оттепелем сегодня есть чему поучиться. Как я уже сказал, концепции можно двигать как хочешь. Хотите от абстракции к артефакту, а хотите в обратную сторону. От арт-объекта к абстракции. В общем, я не знаю. И, похоже, так и не подобрали пока название. Пришествие на арт-ярмарке в Майами. А именно, посетительница разбила в дребезге работу известного Джеффа Кунца. Того самого, которому мы все никак не можем забыть большую глину. Его надувная собачка из фарфора, а не из шариков. И убедиться в этом, потрогать ее и хотела виновница падения. Джефф Кунц тут же великодушно заявил, что это вполне естественное любопытство. При взгляде на его работы оно берет верх над осторожностью. И у Кунца вообще таких собачек штук 800 еще, и это застраховано. И все бы, да, ничего. Но тут начали выясняться детали. Что посетительница не так проста, а довольно известная коллекционерка. И что это тогда было? Перформанс? Еще позже стало известно, что все куски разбитой работы собраны, сосчитаны и будут проданы. По общей цене, превышающей стоимость работы. Что это? Новый апгрейд, коммерция. Ну, лучше продавать дешевое, но много, чем дорогое, но мало. Вот представляете, приходят к вам друзья, ой, а что это такое? Джефф Кунц, знаете ли, подлинный. Ну, если они полезут посмотреть и разобьют, так вам даже и лучше. Что же касается посетителей выставок, от них вообще можно ожидать чего угодно. Для них, может быть, и ничего вообще святого нет. Первая позиция – русский балет. Вот возьмем эту новую выставку в Манеже и посмотрим, что пишут о ней в отзывах. Великолепно! Русский балет. Полистайте мемуары Кшесинской, сходите в Манеж, это нужно. Это та выставка, куда бы я еще раз вернулась. Дружеский совет. Рассчитайте время так, чтобы не торопиться, потому что захочется рассмотреть буквально все. От устройства сцены в балете Корсар до каждого из вариантов исполнения танца маленьких лебедей. Не все экспонаты считаю на выставке нужными. Вернее, поданы они неудачно. Например, этнографические костюмы. Если бы стоял исторический костюм и рядом с цинический, вот это было бы класс. Два часа ходила по выставке в Манеже. Устала. От позитива тоже устают, но решила, что обязательно вернусь на эту выставку. Еще понаслаждаться миром искусства, миром балета, миром великой музыки. Глядя на величие балета, его прошлое и настоящее, не стоит забывать о том, что это актуальное искусство. А значит, нет таких тем и проблем, которые нельзя было бы выразить его средствами. Показательный пример – проект австралийского художника и архитектора Ляма Янга под названием «Хореографический камуфляж». Суть этой хореографии в том, что танец выступает действенным средством борьбы против тотальной слежки. Эта работа была задумана как ответ на технологию слежения, разработанную в Китае. Во время пандемии привычный способ идентифицировать людей по лицу из-за масок стал невозможен. Но уже новая модель идентифицирует людей, описывая их скелет и походку. Ну, что-то вроде схемы из цифровых ломаных линий. Она индивидуальна, как почерк. Эта технология уже была опробована на протестующих в Гонконге и уже по всему миру. Сейчас нейросети составляют хореографические портреты, основываясь на базах данных с камер наблюдений. Танцоры в этом проекте выполняют движения, которые искажают все пропорции тела и тем самым сбивают алгоритмы с толку. Ну, не знаю, как с практической точки зрения, а вот с позиции искусства только так и можно двигаться вперед. Новые темы, новые формы и новые молодые лица. Мы продолжаем вас с ними знакомить с будущими звездами балета. С очаровательной итальянкой Камилой Матци, солисткой балетной труппы Мариинского театра, познакомилась Катерина Картузова. Я знаю, что ваша мама отдала вас в балетную школу, когда вам было 10. Мы хотели делать так, чтобы моя осанка стала лучше. И поэтому мы начали заниматься балетом. Я помню, что мне нравилось именно то, что в балете я могу отключить поток мыслей. И я нахожусь в своем таком пространстве, можно сказать, собственном. И тогда я влюбилась. У меня не было такого, что я пошла в театр, смотрела какой-то балет определенный, как у многих, и вот влюбилась. Нет, у меня такого не было, потому что на самом деле в моем городе, в Турине, где я родилась, у нас, можно сказать, очень редко идут балеты. И моя семья вообще не балетная. То есть я, Виталий, наверное, один или два раза сходила на балет. Когда вас очаровал русский балет? Можно сказать, когда я начала учиться у Оксаны, это мой педагог, с которым я училась, Виталий. Даже просто смотря на нее, на то, как она двигается, и как она показывает движение. То есть это совсем другое. Она меня направила в Москву, чтобы я училась именно в России, в академии. Это такая новая жизнь у вас началась, когда вы переехали? Абсолютно новая. Абсолютно. Сто процентов. Во-первых, атмосфера. То есть я же в Виталии ходила в обычную школу, потом занималась балетом. А в академии ты постоянно находишься в этой театральной, в чем-то атмосфере. Потом в интернате мы жили все вместе в одном здании. То есть ты постоянно дышишь этим творчеством. И потом я не знала язык, я не знала ни русский, и английский вроде знала, но все равно как бы нет. Потому что одно — это учить язык в школе, а другое — это разговаривать, общаться. И я еще училась именно в школе, то есть в литей. То есть я сдала историю балета, историю театра, все на русском. Я помню, что первый год это был кошмар, потому что я все наизусть изучала, потому что я же ничего не понимала. Я знаю, что вы мечтали танцевать в Большом театре. Ну, можно так сказать. Но это осталось мечтой? Когда я закончила академию, я получила предложение от Большого театра и от Маринского. И потом я поняла, что в Маринском именно для меня будет лучше. То есть то, что у меня тут будет больше возможностей, и что это мой театр. И поэтому я решила сюда переехать. В начале мне было трудно, потому что у меня другая техника была, и мне надо было много чего переучивать, чтобы именно стать балериной Маринского театра. А например? Ну, например, именно руки, координацию. То есть тут, естественно, все по-другому в этом плане. Ну, Ваганова отличается от Академии Большого театра. А какое было ощущение сцены Маринского театра? Я на самом деле помню первую партию, которую я исполнила. Это «Двойку велис». И эта партия начинается именно с шагов. То есть ты просто выходишь, и ты просто шагаешь из первой кулисы на сцену. И я прям... Я помню вот это свое ощущение, как я дрожала. Первый раз, когда я танцевала, ну, естественно, то есть первый раз это было такое... Было очень много эмоций, и было страшно на самом деле. В театре я поняла, что у меня нету кумира. То есть можно из каждой балерины что-то брать и учиться. У многих. Вообще, и даже у девушек из аккорде-балета. То есть вообще... В театре это такая атмосфера, где можно что-то брать у всех. Какая была первая партия, когда вы вышли уже солисткой на сцену? Можно сказать, это в Шопиняне, наверное, на седьмой вальс. А потом самая большая, это была Спящая. То есть у меня прям такая реально, ну, огромная большая партия, потому что это же один из самых сложных спектаклей. Это было, да, Аврора в Спящей красавице. Мы работаем, естественно, над техникой и над сюжетом. То есть это очень важная часть работы, именно сюжет, именно уметь передать историю, все эмоции, которые нужны. Вот, например, у меня недавно была премьера в Бахчисарайском фонтане, и это было прямо очень важно. Ну, естественно, Бахчисарайский фонтан это основан на поэме Пушкина, и поэтому, естественно, было очень важно читать поэм, слушать музыку, и именно вжиться в этот сюжет, и стать Марией, стать этой героиней. Быть балериной, это значит уметь передать определенные эмоции. Ваша литература, вот это все мне очень нравится. Тут видна вот эта русская душа, ваша естественность и ваша открытость. Мне лично очень легко с русскими именно реально устроить какой-то, ну, глубокий разговор в нашей эпохе, можно сказать, это не часто встречается, но чтобы люди могли реально о чем-то глубоком разговаривать и открыться. А русские это умеют. Поэтому это мне нравится. Смотрите далее в культурной эволюции. Выбери меня! Спектакль «Счастье моё». Премьера в театре «Балтийский дом». Этот инструмент можно назвать двоюродным братом древнего русского инструмента гудок. Греческий композитор Йорго Скалудис дал серию концертов на Критской лире в Доме радио. Вы – звери, господа! Премьера мюзикла «Маугли» в театре эстрады имени Аркадия Райкина. Что нужно для счастья? Счастье в личной жизни. Вот видите, сама постановка вопроса уже замусолена так, что даже слово неприятно отдает чем-то пошлым. Тем не менее, поиски счастья – это предмет непреложных размышлений в эти предпраздничные дни особо. В Балтийском доме премьера спектакля «Счастье моё» по старой советской пьесе Александра Червинского. И это очень хороший выбор. Как и многие драматурги тех самых недавних времён, он взял героев из поколения, чья молодость пришлась на военные годы. Повзрослевшие рано и сразу так, что нам сегодняшнему не снилось, они столь же невероятно серьёзно относились к счастью. Понимая его не как сейчас с чем-то связанным с удовольствием, а с настоящей жизнью и настоящим собой. Любовь – ты встречаешь другого человека и думаешь, как дальше жить? От чего-то придётся отказаться. В жизни, в себе разум и чувства подсказывают разные ответы. Но в глазах того поколения это не было спором прагматики и лиризма, а равновеликой и неизбежной жертвой. Тебе придётся выбрать, кого из себя навсегда потерять. Того, кем ты вроде и был и собираешься, и тем, кем стал бы. Выбор в любом случае трагический, и жизнь – цепь таких поступков. В общем, всё, что мы можем, это недолго побыть счастливым, а потом об этом вспоминать. Такое вот оно счастье. Павел Богданов с премьеры. Газетные передовицы во всю стену киноафиши, но главное – фрагменты фильма «Золушка», вышедшего как раз в 1947 году, в котором и происходит действие пьесы Александра Червинского. Для того, чтобы понять происходящее на сцене погружение в исторические детали, конечно, не обязательно, но чтобы уловить нюансы, всё же необходимо. Это время надежд. Это время отсутствия пока ещё железного занавеса, ещё фултонская речь не произнесена, ещё пока у Советского Союза нету атомной бомбы, но есть ещё потребность договариваться с Западом, и пока ещё есть надежда, что что-то может измениться в лучшую сторону, и колоссальная потребность жить. Ни у кого на нас рука не поднимется? У этих поднимется. Газеты нужно читать. Жизнь, как лучший драматург. В «Золушке» в эпизодической роли появилась легенда Балтийского дома Татьяна Пелецкая. А в одной из постановок «Бесы счастья моё», которая в конце 80-х пожаром прошла по всей стране, роль главной героини Вики исполнила Мария Рубина. Теперь она выходит на сцену в образе директора школы Лидии Ивановны. Саму же Вику играет Виктория Зайцева. Для неё участие в этом спектакле тоже очень личная история. Много-много лет назад моя мама посмотрела в Ленинграде спектакль под названием «Бумажный патефон». Он был поставлен по пьесе «Счастье моё». И она так прониклась спектаклем главной героиней Виктории. И мама подумала, ну, конечно же, когда у меня будет доченька, я обязательно назову её Виктория. Виктория была низкорослой и слаба. Шестимесячная завивка, какая-то свалявшаяся, совсем её портила. Однако она не страдала от своей внешности. В авторских ремарках облику героини Александр Червинский уделяет особое внимание. Но как же так выйдет, что статный Семён, будущий дипломат, не мыслячий свою жизнь без красавицы Ани, отчаянно влюбится в эту нескладную с виду девчонку-пионервожатую. Так в этом её сила. Она не такая, она особенная и она такая одна. И, конечно же, человек в это мгновение он действительно перевоплощается и к нему тянет. И Семёна к Виктории тянет я так чувствую, что как раз именно поэтому он становится очень жадный, потому что очень хочется вот это заполучить, вот эту какую-то невероятную магию и новый свежий блеск в глазах. Вот я думаю, что это вы делаете в этом сухопутном городе? Я думаю, он влюбился в образ. Ну, конечно, он её не знал совсем. А то, что вот эта волшебная ночь, одна единственная, и потом он её полгода не видел. И вернулся к образу, фактически. Он её не знает. Такая нимфа какая-то, которая вот то ли причудилась, то ли действительно была. Это будут их пять вечеров. Но никаких розовых очков, ведь от знакомства до прощания пройдёт совсем немного времени. Он уедет жить в Лондон, обещая скоро вернуться. Она уверяет, что это ей не нужно. Оба знают, что больше уже не увидится. Ну, я, по крайней мере, играю, что нет. Он очень этого хочет. В эту секунду, когда прощается на год, он прощается, он очень верит в данную секунду, в то, что это возможно. Но я думаю, он понимает, что это такое утопия. Вряд ли такое произойдёт. В любви без страховки живут миллионы. Но что сильнее, боязнь ощутить боль потери или мимолетное ощущение счастья? Вопрос из разряда тех, на которые трудно найти правильный ответ. Но выбор придётся сделать каждому. И от загадочного человеческого сердца к загадкам ювелирного искусства. Казалось бы, да, что тут может быть загадочно? Лучшие друзья девушек бриллианты, и чем очевиднее, тем лучше. Но, тем не менее, существует целая область украшений, не из тех, что носят, а украшают интерьер. И исторически связаны с тонкой механикой, которой в прошлые века как раз занимались ювелиры. Мало того, в стороне восходящего солнца, славящейся загадочным подходом ко всему, есть отдельное понятие. Каракури-нингё. Это механическое устройство, созданное, чтобы обмануть, удивить и даже дразнить человека. Как правило, это декоративная фигурка с хитрым механизмом. Ну, скажем, подставка под чай. Ставишь чашку, и фигурка подносит её гостю на другом конце стола. Или человечек с шкатулкой всякий раз, как фокусник, он открывает один из спрятанных в нём предметов. В общем, лучники, пускающие стрелы, куклы-музыканты, каллиграфы, и дело даже не в старых механизмах, а в самой дразнящей загадке. Современный художник Каракурия. Сатоши Томидзу делает для современных ювелиров жемчужинки, заключающие в себе галактики и звёздные системы из опалов, крупинок настоящего золота и цветного стекла. И вот это уже глубинный смысл ювелирного дела. Суть не в драгоценностях, а в том, чтобы удивить. Ну, а нам и подавно. Перефразируя поэта, зачем мне жемчуг с золотом, зачем мне арт-нуво, мне, кроме просвещения, не нужно ничего. Вот и у нас познавательный рассказ, очередная вещь с секретом с выставки ювелирного искусства XVI-XXI веков в Эрмитаже. Слева от меня находится изумительное зеркало. Задняя сторона выполнена из резной пластины нефритовой и украшена растительным орнаментом. Пластина выполнена в форме листа бетеля. Это растение, которое было принято жевать. И для него специально изготовлялись коробочки. Есть мнение, что, возможно, вот эта нефритовая пластина являлась одной из половинок коробочки. На оборотной стороне есть потайной крючок, с помощью которого само стекло откидывается и открывается потайное отделение. Верх композиции украшает изумруд. И интересно отметить, что алмазы подложены цветной фольгой. Если вы обратите внимание, некоторые из камней имеют такой розоватый оттенок. Вот так делали в XVIII веке, подсвечивали камни. Ручка пока вызывает много вопросов. И она металлическая и украшена эмалью. Восточная это работа или западноевропейская. До сих пор исследователи не поставили точку в этом вопросе. Смотрите далее в культурной эволюции. Вы полагаете, все это будет носиться? Советская мода на картинах послевоенных художников. Выставка образа счастья в музее Академии художеств. Любой, даже очень хороший артист, одну роль обязательно должен провалить. Народный артист России Евгений Стеблов о несыгранных ролях и писательском таланте. Когда я пишу музыку, то следую пути смычка. Так иносказательно и романтично говорит Йоргас Калудис, один из самых загадочных композиторов и виолончелистов современности. Впервые в Доме радио состоялся цикл концертов импровизатора из Греции. Йоргас Калудис исполняет произведение на критской лире, редчайшем смычковом инструменте, возможности которого музыканты следуют больше 15 лет. Этот инструмент можно назвать двоюродным братом древнего русского инструмента гудок. И древняя техника игры заключается в том, что вы прикладываете ноготь сбоку, пальцами нужно попадать между струн. Традиционно критская лира имеет три струны ля, ре и соль. Но я, как все виолончелисты, люблю музыку Себастьяна Баха, его гениальные сюиты. И чтобы на критской лире зазвучали его произведения, мне пришлось добавить струну, ведь Бах писал для четырехструнного инструмента. На завершающем четвертом концерте прозвучали произведения собственного сочинения для лиры и виолончели. Особый тембр критской лиры колодис обогатил электроникой, и извлекаемые звуки эхом накладываются друг на друга, создавая эффект и реальности происходящего. У лиры архаичное звучание, потому что она является предком всех струнных инструментов в Европе. Содержит тот ДНК, который передался в дальнейшем всем смычковым инструментам. Лира в моих руках совершила путешествие еще глубже, к своим корням, через ренессанс, к средневековой музыке. Извлекая звуки, композитор прибегает к необычным способам, например, стуча по колкам и деке, и даже проводя шпилем музыкального инструмента по ребристой поверхности. Колодец считает этот процесс духовным поиском и способом исцеления. Он называет себя художником, работающим с музыкальной палитрой. Ну а сейчас время традиционного интервью, и сегодня наш гость – народный артист России Евгений Стеблов. Актер неповторимый как-то, свойственно актерам Советского Союза харизмы, молниеносно узнаваемый, хотя глушительно прославился он, надо просто страшно подумать, 60 лет назад. Тогда он снялся в фильме «Я шагаю по Москве» Георгия Данелли. Первая же настоящая роль в кино была главной. Фильм остался в истории шедевром, а самого 17-летнего мальчишку-актера узнали все. И вообще это большой вопрос. Во благо ли актеру такая вот молниеносная слава? Не остаться бы навсегда в ее плену сразу классическим персонажем. Ну, в жизни Евгения Стеблова еще было множество ролей, но в чем-то проявленный типаж немного зажатого, интеллигентного юноши просвечивает сквозь годы. Не хочу быть взрослым. За роль в этой комедии он был удостоен государственной премии. Что искали в его неволевом лице и доверчивом взгляде режиссеры, трудно сказать. Никиту Михалкова, с которым Стеблов на всю жизнь подружился все на тех же съемках у Данелли, привлекала именно эта способность актера выглядеть немного иным. Сыграть абсолютного чеховского доктора в неоконченной пьесе для механического пианино ему не удалось. Но все мы помним другого доктора. Это Мортимер в ленфильмовской постановке «Собаки Баскервилли». Больше ста киноролей. И вот, как о нем пишут сейчас, несмотря на свои 77 лет, снимается в кино и становится гостем различных телепередач. Ну, подошла наша очередь. С Евгением Стебловым беседовал Павел Богданов. Столько кланялся, что некоторых костей в лицо почти не помнил. Только по ботинкам узнавал. По ботинкам даже лучше, чем... Вы как-то сказали в одном из интервью многочисленных своих, что я никогда не проваливал ни одной роли. Да. Неужели? Да. Хотя есть такое поверье, что любой, значит, даже очень хороший артист одну роль обязательно должен провалить. Но я думаю, что я, наверное, может быть, недостаточно хороший, потому что я действительно ни одной роли не проваливал. Падам, господа, я готов. Я ведь, знаете, раньше обладал приятным таким баритоном. Потом простудился, пришел в кино. У меня даже есть такое выражение для себя «опять потерпели триумф». Ну, вот меня хвалят, предположим, а спектакль в целом не очень. Такое же бывает. И, в общем, я не испытываю тогда радости. А если вот все вместе совпадает, и спектакль, ансамбль весь работает, тогда мне это приятно. Часто было в вашей жизни? Нет, не так. Вот не так часто. Я очень хотел работать у Эфроса. А он тогда возглавлял театр Ленинского комсомола. И я ему показался, он меня принял в труппу. Вот. И я там был счастлив. В общем, за полгода я сыграл там две центральные роли. А потом меня очень хотел театр армии. Меня вызвал военком. Я еще тогда не проходил срочной службы. Он мне сказал, Евгеньевич, они вас очень хотят. Давайте соглашайтесь, а то очтетесь где-нибудь на Дальнем Востоке. И я пошел сдаваться в день своего рождения, 8 декабря, как сейчас помню. Пришел к Андрею Алексеевичу Попову. Он потрясающий, уникальный была личность. Он мне говорит, ну что ты расстроился? Вот мы даем тебе сейчас главную роль к 50-летию советской власти. Это был спектакль «Мастера времени». Такая тема была «Интеллигенция в революцию». И там персонаж был от 19 лет до 48 на этой огромной сцене. Это стадион просто. Чудовищная акустика там была. Там просто ямы были акустические. Ну там вот любовную сцену с героиней, ну это примерно на расстоянии 4 метров. Ну тогда Баталов пришел, у него там брат работал в театре, он пришел на премьеру и сказал, что если вот так артист так тратится, это значит замечательный артист, ну уж какие-то там слова такие во мне добрые сказал. Но я ненавидел это, я уставал. И вот уже 69-го года в театре Моссовета. 69-го года, больше 50-ти лет. Еще не стара. А в женихах думаешь? Ну какие женихи то бесприданным? Таким бог невидимый посылает. Что-то не видать. Нет, бывает. А уже наверняка поступало ну ни одно, ни два, ни три предложения в другие театры переходить. Вы никогда об этом всерьез не думали? Так случилось, что у меня был небольшой производственный конфликт с директором тогдашим Львом Федоровичем Лосевым, который, в принципе, он меня приглашал в театр. Ну, он меня отпускал там на съемки за границу, и был небольшой такой конфликт. И я вспылил и написал заявление об уходе. Я ушел. А за границей я попал в автомобильную катастрофу. Ну, самое обидное для меня то, что картина-то это сказка там какая-то была. Так поехал, честно говоря, купился на заграницу. А потерял, я был утвержден уже и костюм сшили, и должен был у Никиты Михалкова сниматься в неоконченную пьесе для механического пианино и играть Трилецкого. Потом он мне звонил несколько раз там в Прагу и советовался кем меня заменить, а ему очень нравилась моя проба. Ну, и я в результате я ему сказал знаешь что, играй сам, потому что может быть ты сыграешь по-другому, как я, естественно, индивидуальность другая, но ты лучше других знаешь, что тебе нужно для картины в целом. А мы с ним вместе писали и первый сценарий я ему написал для курсовой работы его, первого его фильма. свет, ты меня любишь? Что да, да, да или да, нет. Кончание удобно наружно. Когда вы выходите на сцену сейчас в этом спектакле, у вас два названия сейчас всего в театре Моссовета, вы получаете удовольствие от процесса? Я не могу сказать, что я счастлив. Нет, мне надоело играть. Мне надоело это сил никаких нет, потому что я бы с большим удовольствием только писал. Но я бы, наверное, был бы хорошим писателем, и я знаю, что у меня это есть, и дар этот есть, но я не графоман, а для писателя профессионального нужно обязательно чувство графомания. Я вот дружил с Леонидом Геннадьевичем Зориным, удающимся нашим драматургом. Он тоже так считал, но он с утра кофе попил и за письменный стол. А в силу того, что я играю в театре, в кино, общественный чиновник, я, значит, педагог, у меня разные выходы моего творческого как бы потенциала, и поэтому у меня нет сосредоточенности, но больше всего удовольствия я все-таки получаю, когда я пишу, потому что никто не мешает. Как он сам придумал, так и получится. у меня в кармане лежит рукопись. Рукопись старинная. Середина 18 века. Есть неподделка, конечно. Поразительно. Искусствоведы, изучавшие искусство фотографий, не раз отмечали, что ее главное волшебство в том, что это своеобразная машина времени. Ты смотришь на старый фотоснимок и мгновенно переносишься сознанием в прошедшие времена, одновременно оставаясь с собой и в то же время воспринимая события из себя прежнего. Печаль нашего времени заключается в том, что сказка становится реальностью. Многие вещи, которые называли волшебными, бывшие тонкими метафорами каких-то неуловимых движений души, становятся частью буквальных технологий. Свежее достижение нейросетей. Программа Вестлабс позволяет путешествовать в воспоминания, оставшиеся на фотоснимках и видео. Вернее, она, как считают создатели, придет им на смену. Программа обрабатывает данные, а потом стоит вам надеть виртуальные очки, и вы в старых декорациях вновь переживаете памятный момент. Ну, нечто похожее в драматических красках уже описывали фантасты, что-то похожее на эти размытые силуэты мы видели и в черном зеркале, и в особом мнении. Как все новое, это, конечно, пугает. Заменит ли это фото? Нет. Есть все-таки неуловимые тонкие вибрации, которые способны передать только эта классическая форма. В раз фото фотографии из семейного архива отец и сын Евгения и Георгия Максимова, ушедшее время на работах известных мастеров. Смотрим без комментариев. Продолжение следует... Смотрите далее в культурной эволюции. Вы полагаете, все это будет носиться? Советская мода на картинах послевоенных художников. Выставка образа счастья в Музее Академии Художеств. Вы, звери, господа! Премьера мюзикла Маугли в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. В нашей программе редко представляется повод поговорить о красоте в ее самом явном, демонстративном, безапелляционном виде. Вот в том, что представляет собой высокая мода. Из всего ее многообразия нам интересна та ее часть, которая имеет наименьшее отношение к собственно одежде в ее общечеловеческом смысле, а к тем ее проявлениям, в которых она ближе всего к другим искусствам. Я имею ввиду показы, которые как спектакли драматичны, как музыка существуют лишь во время исполнения и как литература несут повествовательный смысл. Последние, как ведущему, мне ближе всего, поэтому из всех недавних примеров вот такие. Уже разобраны на мемы кутюр от Виктор Эндерольф, в котором небесные красоты платья живут подле собственных принцесс во всех возможных ракурсах и состояниях. И если о литературе, то мне кажется, это вот и называется у женщин «Выгулить новое платье». А это, наверное, женщины уже имеют в виду, говоря мужчинам «на тебе все горит». Это показ Элиот Эмиль в Париже и на этой неделе он тоже прокатился по миру волнами комментариев. Листать тренды можно, как страницы прозы. Метафоричность луков, видите, не губы, а глаза бантиком. А вот их буквальность «Спущенные штаны» Мабалу Лагун Лези провозгласила тенденции ближайших лет. У мужчин, кстати, спущенная юбка. О чем это я? А, поводом вспомнить о моде для нас стала выставка образа счастья в Музее Академии Художеств. И не только для нас, но и организаторов проекта. Мария Яковлева культуролог, историк моды, доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского Государственного Института Культуры. Для советского периода на самом деле отношение к одежде было так же, как и во все времена. Конечно, существовала идеология, конечно, какие-то вещи возможно отрицались, но дело в том, что женщина всегда хочет быть красивой. На самом деле очень интересно посмотреть, как относились в советский период к меховым изделиям. Действительно, мы можем увидеть очень много портретов, где девушки представлены в каких-то роскошных меховых нарядах, в шубках, в каких-то кардиганчиках, но не всегда была возможность сделать эти вещи из того меха, который традиционно ценился. И вот для 50-х годов такими актуальными направлениями стали шубки из кротового меха или из беличьего. На самом деле, к сожалению, здесь на портрете Ивана Кожевникова, дама в шубке. К сожалению, тут незаметно, из какого меха сделано, но в то же самое время можно предполагать, что использовался именно этот мех крота, который был доступен, и в то же самое время он обладал прекрасной шелковистостью, хорошо держал форму. И, в общем-то, зачастую это были очень актуальные и часто встречаемые вещи. И, возможно, даже у кого-то они еще сохранились как память о бабушках и дедушках. Для послевоенного времени обращение к моде даже со стороны государства казалось бы действительно может быть странным, потому что страна в разрухе и при этом необходимо воссоздавать и образовывать модные дома, потому что действительно в 1944 году был организован и основан знаменитый Московский дом моделей, Всесоюзный дом моделей, одежда, которая стала знаменитым модным домом на Кузнецком, Ленинградский дом моделей одежды, который располагался на Невском. Ведь дело в том, что мода это не про одежду. Мода это про ценности, мода это про счастье. И действительно мы можем, в общем-то, отметить, как, например, на портрете Волошилова собственно прекрасную девушку в красной юбке, которая одета практически по последней парижской моде. Да, это очень тонкая талия, это подчеркнутая линия груди и достаточно широкая расклешенная юбка. Дело в том, что этот стиль, он был очень актуален для всей послевоенной Европы. В частности, и для Франции, где царил Диор, и для нашей страны, в том числе, да, если даже вспомнить карнавальную ночь, образы героев, как у второго фильма, конечно же, копировались домашними портными при помощи выкроек, при помощи, не знаю, каких-то собственных умений. И действительно, советская женщина этого периода выглядела точно так же, очень модно, очень актуально, воплощая в себе вот эти надежды и свершившееся счастье. Это произведение Копниной на текстильной фабрике. Здесь как раз можно, в общем-то, отметить, да, вот работу этих прекрасных ткачих, текстильщиц, которые создавали те самые «Веселые ситцын». Это очень романтичное направление, очень веселые, действительно радостные расцветки, огромное количество цветов, огромное количество буйства красок здесь представлено. Просто действительно это представление о какой-то вот такой нежности, о каком-то романтизме. К сожалению, просто, возможно, так стала иронично история относиться к этому явлению, просто потому, что это действительно был очень маленький набор, связанный с декоративным решением ткани, но в то же самое время, действительно, если вспомнить все эти расцветки, которые шли на халаты, на сарафаны, которые были, в общем-то, в какой-то мере символом 50-х годов, на сегодняшний момент точно так же, в общем-то, активно используют представители текстильной и модной индустрии для создания вот этого прекрасного романтического, может быть, немножко сельского стиля, который сегодня один из самых ведущих в том же самом экологическом дизайне, в эко-тенденциях, и сегодня, в общем-то, мы воспринимаем его уже как такую ностальгию. В заключении я еще раз вернусь к теме, которую сегодня уже не раз иллюстрировал примерами того, как меняется вид привычных нам искусств с возможностями наступающих технологий. Это не фильм. Это сцена в театре Universal во Флориде, где живую игру актеров элементы реквизита и декорации дополняют цифровыми технологиями. Вернее, в качестве основных декораций в спектакле о суперагенте ЦРУ Джейсоне Борнии используется цифровой фон с визуальными эффектами, вращающейся камерой, ну а каскадеры вживую исполняют головокружительные трюки. Создатели говорят, что все это способствует большему погружению зрителей в происходящее, чем по отдельности способные вообще театры кино. О таком ли театре мы мечтали? Не знаю. Будем считать, что это часть необходимого осовременивания театра, который он время от времени переживает. Что касается образов будущего и осовременивания классики, всерьез к этому подошли в театре эстрады. Создатели нового мюзикла Маугли увидели его персонажей героями постапокалиптического мира. Все те же образы, которыми я пугал вас всю программу. Холодная сталь и цифровая логика против живого человеческого чувства. Книгу джунглей, но не просто о джунгле каменных, вновь открыла для себя Анна Орловская. Мир, где Лианы, это провода о джунгле каменные. В театре эстрады имени Аркадия Райкина грандиозная премьера, подобных которой на этой сцене не было. Алексей Франдетти, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» и мастер театральных шоу, один из режиссеров, работавших над Маугли. В этой новой постановке известные события перенесены на руины постапокалипсиса. Для Франдетти эта история символична. Когда-то Маугли стал первым спектаклем, в котором он впервые вышел на сцену как профессиональный артист. Помог ли этот опыт сейчас? Мне кажется, он даже в большей степени может быть помог нашему главному герою с одной стороны, потому что артист Никита выпускает это все в одном составе, второй состав сможет подключиться только чуть позже, и поэтому уже на прогонах, когда я вижу, что артист сипит, хрипит, я говорю, так, молчи, я сам за тебя все спою. В этом мире маленький главный герой сначала появляется перед нами в образе управляемой марионетки. Здесь, в техно-джунглях, механические существа встречаются повсюду. Эксперимент сложный, на постановку одной сцены порой уходил целый день. К слову, если мы видим животное-куклу, то этот персонаж отрицательный, например, огромный тигр Шерхан. Посмотрим, что скажет стая насчет приемуша. В этом мире правят не просто животные, а исполинские звери. Вот вы как раз голова и голос Шерхана. Насколько сложно управлять? Механизм конкретно Шерхана состоит из двух людей. Я управляю головой, как вы уже сказали, непосредственно озвучиваю эту голову. А второй артист из ансамбля управляет телом. Наша задача быть в полном коннекте во время управления этой куклой. У вас даже удобная ручка есть для того, чтобы управлять. Иногда для того, чтобы, например, создать более реалистичное открытие пасти, мы держим челюсть снизу, а пасть открывается наверх. Наблюдая за тиграми, технологи кукол, я думаю, что как раз увидели такую особенность. И пусть кукловоды часто скрыты за объемными фигурами, их грим проработан до мелочей. Отдайте его мне! Как вы видите, у меня один глаз ослеп. Это дополнение я уже придумал сам для себя, потому что, ну, если есть шрам, то значит нету глаза. Теперь внимательно послушайте Учителя-медведица. Сильно изменилась и аранжировка, ведь Владислав Сташинский написал мюзикл больше 20 лет назад, а один из главных героев даже поменял пол, как когда-то Багира в советском переводе произведений. Здесь же Балу стала медведицей. В исполнении Мананы Гакитицы. Немножечко подняли тональность, потому что изначально это было написано для мужчин, и таким образом немножечко, кое-где, переделав текст вместо дяденька Балу учитель наш Балу, вот эти нюансы подправив, получилось, что да, Балу женщина, и мне кажется, это неплохая идея, потому что такой тандем Балу с Багирой превратился в такую женскую дружбу. А важные вопросы обитатели Дикого Мира здесь решают при помощи танца. Двигаться эффектно и слаженно, в шубах и кожаных куртках под жаркими софитами артистам было очень трудно, поэтому, чтобы привыкнуть, понадобилась отдельная репетиция. Если это помещать в какую-то коробочку, то я сказала бы скорее, что это такой contemporary dance, смешанный с физическим театром, смешанный с просто театральным танцем, со сцен движением, то есть это такой совершенно уникальный для меня в первую очередь хореографический микс и мне интересно также себе такие вызовы ставить. Кто-то сюда идет. Багира Байкерша. Волки-рокеры. Многие называют Маугли настоящей рок-оперой, исполняемой под живые звуки электрогитары. Рассказ о необычной судьбе человеческого детеныша видоизменился, но не утратил своего обаяния. А главная идея этой удивительной истории вечно. Человека в себе нужно сохранять, даже если ты находишься в волчьей стае. Багира в очереди сам мужичи. На сегодня это все. В следующем выпуске мы побываем на премьере оперы «Набука» в Мариинском театре. Встретимся с народной артисткой России Ольгой Остраумовой. Вспомним режиссера Алексея Германа-Старшего. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. С вами был Вячеслав Рязаков. Увидимся через неделю на телеканале Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова